Деревья перестанут рубить? Когда нормально заработает общественный транспорт? Воронежская народная республика. Миф. Кто разбомбил Петропавловку? Всем привет. С Новым годом. Давно не виделись. Это новый выпуск «А что там в Воронеже?» Передача, где мы рассказываем самые важные события в жизни города и области за последнее время. Подписывайтесь быстрее на канал, ставьте лайк под видео и давайте уже начинать. Первые недели нового года выдались тяжелыми для воронежского общественного транспорта. И хоть я уже не в первый раз говорю об этом, говорить об этом нужно хотя бы для того, чтобы начались какие-то изменения. Важно понимать, что транспорт ходит плохо не потому, что его мало, а потому что дороги, по которым он должен ходить, не убирают вовремя от снега. Порой автобусы просто не могут выехать из гаража и власти это признают. Однако, по их словам, на линию не вышло всего лишь 2-3% автобусов. А долгое ожидание связано с пробками и погодой. А что необычного в погоде в Воронеже в январе? Может кто-то из вас знает? Напишите в комментарии. Из очевидного, если власти не начнут чистить снег вовремя, то спасти Воронеж от коллапса сможет только весна. Что с отоплением? По всей стране люди задают этот вопрос и Воронеж не стал исключением. Вот это у нас получается заглушка. Это не рабочая, это не рабочая, это не рабочая, это не рабочая. Крик души. Путиловская 13А. УК трест бездействует. Холодной воды нет с обеда. В подвале потоп. Сантехники не работают или не хотят работать. Мало того, что в угловых квартирах плесень, УК все равно. Дети мерзнут, дышат плесенью. Ворошилова 31, без отопления второй день. Аварийка вчера приехала и слила дом. А всего-то надо было поставить хомут. В доме есть старики, маленькие дети. Каждый час в ответ на наши звонки диспетчер отвечает, что ждите, приедут. Температура учебных классов в школе номер 2 в Острогожске едва достигает 10 градусов. Родители просят одевать детей теплее, а директор школы заверяет, что все в порядке. Проблема с отоплением не решается в школе почти месяц. А причина это нарушение в корректной работе системы отопления в одном крыле первого этажа. И таких сообщений по городу и области очень много. Конечно, до Липецка нам еще далеко. Как-никак мы столица Черноземья. Там прорвало теплотрассу и больше 50 тысяч человек остались без отопления. Так что давайте пожелаем соседям скорейшего решения проблемы и немного порадуемся, что у нас все еще не так плохо. Воронежская Народная Республика. Как вам? Раньше на эту тему можно было только шутить. Но теперь она вышла на региональный уровень. Губернатор Гусев создал штабы по борьбе с сепаратизмом. Соответствующий указ губернатора можно найти на сайте с правовыми актами. Штабы будут проводить заседания минимум раз в месяц и предотвращать проявления сепаратизма, национализма и экстремизма. Таким образом они будут это делать, в указе не уточняется. Мне иногда кажется, что наши власти не очень-то понимают значение всех слов, которые они запрещают. Но это же абсолютно разные понятия. Экстремизм, например, это всего лишь приверженность радикальным взглядам и методам действий. Но чаще всего в политике. Это уже потом в российском законодательстве прописали, что к этому относят оправдание терроризма, насильственное изменение конституционного строя и прочее. А национализм это вообще идеология. Главным принципом которой является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства. А вот сепаратизм это как раз стремление к отделению, обособлению. Ну разве когда-либо шла речь о том, что Воронежская область планирует выйти из состава Российской Федерации? Разве хоть когда-то об этом кто-то вообще думал? Так зачем бороться с тем, чего нет? Я понимаю, что просто под эту борьбу выделили какие-то федеральные деньги и вот наши чинуши взяли под козырек и обещают с этим бороться. Ну а раз противника нет, то вероятно даже победят. Воронежцы продолжают гибнуть в Украине и на момент написания сценария к этому ролику в списке погибших уже 615 человек. Это только те, кого мы и наши подписчики нашли по открытым источникам и цифра эта уже в 5 раз больше, чем погибла за 10 лет в Афганистане и увеличивается каждый день. Помните, что никаких денег вы на этой войне не заработаете, только смерть или инвалидность. Избегайте контрактной службы, избегайте срочной службы, там тоже заставляют подписывать контракты. И будьте готовы избегать очередной волны мобилизации после выборов. Честно говоря, нам даже противник не нужен, чтобы снаряды разрывались на улицах административного центра. На второй день нового года в селе Петропавловка на главной улице взорвался боеприпас. И только по счастливому стечению обстоятельств никто не погиб. Честно скажу, я сразу подумал, что это наша ракета. Зачем Украине бомбить деревню на 5000 человек, где из достопримечательностей только школа да старая больница. И оказался прав. Цитата губернатора. Уважаемые жители Воронежской области, сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогорском районе. Ах, аварийный сход, ну тогда ладно, бывает, мы потерпим, Александр Викторович. Вы главное не переживайте, здоровье берегите. По словам губернатора, планируется отстроить 9 домов и хозподстройки, а также местную школу. И компенсировать пострадавшие автомобили. Хочется верить, что хотя бы здесь власти людей не обманут. А если вы вдруг узнаете, что обманули, то пишите в наш бот, ссылка будет в описании к ролику, мы обязательно об этом расскажем. Все сообщения там анонимны. И это были все новости Воронежа за последнее время. Обязательно подписывайтесь на этот канал и другие наши соцсети. Телеграм, Инстаграм, ТикТок, это новинка, и Твиттер. Для некоторых из них потребуется VPN. Ставьте лайки, пишите комментарии под видео, поддержите нашу работу деньгами по реквизитам в описании. И подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok